Русские новости Враждебная нам власть отмечает 25-летие своего преступного деяния Разрушение единой страны Которая называлась Союз Советских Социалистических Республик Но на самом деле была Россией, нашей Родиной И в своих границах в основном сохраняла то, что было нами унаследовано От предшествующих поколений практически территория Российской империи За исключением Финляндии и Польши Плюс некоторые приобретения сталинского периода Вот это была территория нашей Родины России 25 лет назад эти люди, которые сегодня стоят у власти во главе с Путиным Уничтожили эту страну, разрушили ее, разграбили ее богатство Пустили на распыл ее политический капитал, ее экономику И теперь они говорят о том, что Россия поднимается с колен Вот она все поднимается и поднимается, никак подняться не может Общим местом пропаганды телевизионной теперь стало проклятие 90-м годам Откуда все вот эти буржуины выползли, как тараканы из щелей И теперь они являются крупнейшими собственниками Кого мы называем олигархами и уже почти что нашими олигархами Хотя на самом деле это самые наши злейшие враги И враги любого предпринимателя, поскольку отнимают у него Возможность вести эффективное хозяйство, монополизируют все и вся Коррумпируют бюрократию, которая вмешивается опять же всюду в дела предпринимателя И не дает ему подняться и устроить нормальное производство товаров и услуг Необходимых для людей Все, что сотворили эти негодяи в 91-м году, конечно, подлежит судебному обсуждению Приговору, эти преступления не имеют срока давности Все персонажи, которые тогда действовали, известны Одни уже умерли Судить их посмертно, наверное, нет никакого смысла Но расследовать деятельность тех, кто все еще жив Тех, кто унаследовал от своих предшественников собственности власть, конечно, необходимо И все эти люди, все, кто доживет до дня народного суда Все должны, конечно, сесть на скамью подсудимых А фамилия тех, кто уйдет в мир иной Они тоже должны будут названы преступниками И, конечно, осуждать их на какие-то там сроки бессмысленно Человек, который умер, только должен быть назван преступником И его деяния должны быть названы преступными Ну а те, кто доживет, ну вот им, конечно, приговоры за измену родине должны быть вынесены Некоторые считают, что разрушение СССР было благом для русского народа Это совершенно не так Конечно, социалистическая власть, коммунистическое устройство, коммунистические бредни Все это было во вред Но страна-то оставалась наша И русский народ жил в этой стране И мог превратить Советский Союз в русское национальное государство И все предпосылки к этому были Все к этому были готовы И предшествующая история в течение 300 лет империи И доимперский период Все это подготавливало нас к тому, чтобы Россия стала современным национальным государством Где национальное сплочение охватывает не только высшие круги, высший свет Не только армейскую среду Но и вообще все общество, которое называют гражданским А у нас оно было бы национальным Вот в этот переходный момент, когда мы могли бы превратиться в национальное государство Сначала большевики сломали нашу историю И принесли колоссальные бедства Включив нашу страну в оборот этих закулисных интриг Которые приводили к войнам и революциям И мы потеряли многие миллионы, десятки миллионов жизней Неродившихся, погибших, замученных, репрессированных и так далее И в 1991 году такие же большевики Происходящие от этих большевиков Их политические последыши Их наследники Разорили нашу страну и разделили ее Причем все это было сделано, запланировано заранее Границы были проведены уже Чтобы у нас было не централизованное государство, а именно союзное Которое скреплялось только исключительно коммунистической партией Как только коммунистическая партия утратила свои способности удерживать государственность Это государство разлетелось, развалилось по так называемым национальным границам Хотя никаких национальностей, никаких наций на территории исторической России не могло существовать И на территории СССР не образовалось Образовались так называемые этнократические элиты Их вырастили как раз сталинисты, брежневисты, горбачевисты, все они лелеяли так называемое национальное меньшинство. И вырастили на территории Советского Союза вот такие этнические анклавы, которые захватили власть и теперь распоряжались этой властью в течение 25 прошедших лет так, чтобы русским там невозможно было поднять голову. Это были этнократические русофобские режимы, за исключением режима Белоруссии. И то этот режим тоже все больше сдает свои позиции и русофобия в Белоруссии очень скоро достигнет уровня Украинской или уровня Российской Федерации. Это государственная русофобия, официально проводимая политика. Она не называется, конечно, русофобией, но по факту это русофобия. Вот главный итог переворота 1991 года, государственного переворота, это тотальная русофобия на всех постсоветских территориях, исключая Белоруссию и включая Российскую Федерацию. Государственная политика русофобии, уничтожение русского народа. Успешно практически уничтожили русский народ на всех территориях, за исключением Российской Федерации, где большинство осталось все-таки русских людей. Но уже планируется, что к середине этого века мы утратим бесспорное численное превосходство. Вот я смотрю тут сообщения эксперта, демографа Вишневский, Андрей в докладе «Анализ демографической ситуации, тенденции и последствия» отмечает, что до 2025 года 85-90% убыли населения Российской Федерации будет приходиться на русский народ. При сохранении таких темпов вымирания русских в России в середине 21-го столетия останется только 46,5% от всего населения страны. Это приведет к полному изменению этнического и конфессионального состава населения Российской Федерации. Фактически это будет конец русской цивилизации, русской государственности. Русский народ потерпит цивилизационное поражение. С востока и запада друзья и партнеры будут довольны, Россия станет просто географической территорией. И вот дополнительно к этому в материале пишется, что коренные русские области продолжают стремительно пустеть. В марте 2012 года директор Института продвижения и инноваций общественной палаты Глазачев на одном из своих выступлений в Московской школе «Сколково» сообщил, что рушится система территориального деления России, она не выдерживает демографической ямы, в которой мы оказались. Мы не оказались там, а мы туда помещены. Ельцин, Путин, все их кодло, оно только этим и занимается, уничтожением русского народа. Только русские никак в толк не возьмут, что страну захватили их самые отъявленные враги, которые хотят уничтожить народ, но с максимальной прибылью и для себя. Можно было бы просто взорвать несколько десятков Чернобыля и русский народ скончался бы, но им нужна еще прибыль. Они на нашей смерти зарабатывают, и чем мы будем интенсивнее умирать, тем больше они заработают. Но вот одномоментное уничтожение русского народа им как-то не подходит. Нужно, чтобы русские как бы сами, теряя свой контроль над страной, над имуществом, над финансами, им все это дело оставили в наследство. Ну потому что своего наследства нет, своих детей нет, все меньше и меньше русских, и значит все имущество переходит в чьи руки? Ну в руки вот этих олигархов, там сотня или тысяча частных состояний, которые возникли и приумножаются за счет вот этого государственного переворота 1991 года, который провели коммунисты. Горбачев, Ельцин, Путин там присутствовал при Собчаке, и он продолжил эту линию на истребление русского народа. Это и происходит. Появился вопрос о сохранении Псковской области, которая может исчезнуть в течение пяти лет, говорится в материале. В ближайшие годы в этой области останется всего четыре города, и больше вообще ничего. Псков, Великий Лук и Печорок, как центр паломничества, и дно, железнодорожный узел. Больше населения там не останется, люди доумирают. А что за регионы с четырех городов? Вопрос не только о умирании населения, но и в бегстве в мегаполисы. Псковичи уезжают в Петербург и Москву. Сельская Россия во многих регионах тоже просто умирает. 62% сельских поселений в Тверской области – это те, в которых живет 10 и менее человек. Хуже только в Псковской области. Процент вымирающих сел и деревень достиг 70%. У Костромской области – 66%. Как можно увидеть, все эти области – территории проживания ядра русского суперэтноса. Ну или этноса, суперэтноса, правильнее бы говорить русской нации. По количеству опустевших сел и деревень, где вообще нет жителей, на первом месте – Костромская область, в ней пустуют 34% сел. На Верхней Волге – 23% деревень и сел мертвые. В мае 2013 года Смоленскстат обнародовал информацию, что более половины сельских поселений региона вымирают. В 58% из деревень проживают от 10 и менее людей. В двух городских поселениях проживают менее 3000 человек. Они считаются бесперспективными. По информации Всероссийской переписи населения, в среднем по Российской Федерации насчитывается 36% сел и деревень, где живет 10 и менее человек. Лидирует центральная часть России – 46% сельских поселений, где живет не более десятка человек. Владимир Путин принимает решение один из последующих годов в России объявить годом единства Российской нации. Ну, раз такой год запланировали, то Российскую нацию надо начинать искать. На заседании Совета по межнациональным отношениям он дал поручение предоставить предложение по этому вопросу. И этим должен заниматься глава администрации Кремля, мы как-то еще не привыкли, какой-то есть Антон Войно. Странная фамилия и, видимо, очень странный человек. Вот он получил задание представить предложение. Ну, он-то, конечно, о Российской нации ничего не слышал, но коль скоро представить предложение, то он, наверное, найдет где-то, может, с десяток человек, которые видели где-то Российскую нацию. И также до 30 декабря должна быть завершена разработка государственной программы России реализации государственной национальной политики. И после наступления Нового года она должна уже начать реализовываться. Ну, прежняя была концепция государственной национальной политики полный абсурд, соединение несоединимого, две команды работали, а потом как-то сшили два текста. Получился полный абсурд, и, в общем, никто эту программу исполнять не стал, кроме того, что обострились репрессии против русских организаций. Вот это единственная национальная политика, которую проводит Путин. Уничтожение русского народа и репрессии против русских общественно-политических, да и просто общественных организаций. Также президент Владимир Путин назначил ответственным за разработку закона о Российской нации. Курировать работу над документом будет замглавы президентской администрации Магомед Салам, Магомед Алиевич Магомедов. Ну, естественно, кому же еще разрабатывать закон о Российской нации, кроме как дагестанцу, бывшему руководителю главы администрации Дагестана, или президентом, я не помню, кто там он был. Причем документ он должен представить к 1 августа 1917 года. Ну, раз под рукой нет Российской нации, ну, значит, ее будут где-то отыскивать. И вообще, что там написать в этом законе? Ну, полный абсурд, видимо, без этого найти Российскую нацию нельзя. Надо сначала сделать закон, и будет закон, никто не знает, что он должен регулировать, потому что Российской нации нет в Конституции. Как приживить, прикрутить, примотать выдуманную Российскую нацию к конституционным нормам, неизвестно. Вот этот Магомед Салам и будет изыскивать средства, как обмануть самих себя и эту Российскую нацию придумать. 1 августа представить. Ну, честно сказать, люди с головой, ну, наверное, бы за месяц написали бы законопроект, даже достаточно сложный. В данном случае, видимо, большая часть времени будет посвящена как раз поискам Российской нации. Ну, написать законопроект, там, за неделю, за две расплюнуть. Тем более, что, в общем, писать-то там особенно нечего. Как раз это все мы обсуждали на конференции Русского национального фронта. Среди нас тоже не нашелся ни один человек, который бы считал, что Российская нация когда-нибудь существовала и может быть сейчас найдена. Так вот, Русский национальный фронт намеревался провести какую-то дискуссию. Ну, если там, на верхах, решили придумать Российскую нацию. Ну, есть хотя бы какие-то люди, которые эту идею защищают. Мы попытались их найти и не нашли. Мы в разные концы разослали приглашения, в том числе и в официальные структуры. И в политические партии, и в парламенты. Куда только не послали мы свои приглашения принять участие в дискуссии. Так оказывается, что нет этих людей. У нас единственный человек, который надеется найти в России Российскую нацию, это, видимо, Владимир Путин. Причем он дает своим подчиненным поручение искать Российскую нацию. Те, видимо, искали раньше, но не нашли. Сейчас новым людям Владимир Путин поручает поиски Российской нации. Мы-то знаем, что такой нации не существует и не может существовать, потому что все время в России была, по крайней мере, формировалась русская нация. Ну, хотя в резолюции и отмечено, что, может быть, гипотетически Российская нация может когда-нибудь сформироваться. Ну, как вот новый тип человека, советский человек отчасти сформировался, и сейчас мы это расхлебываем, потому что среди людей, которые по языку и культуре вроде бы должны быть русские, очень много тех, кто так и остались советскими. Вот всякие там сталинисты, путинисты, это все абсолютно советские люди. Ну, и сам Путин, это стопроцентно советский человек со всеми мерзостями, которые он источает. И вот, видимо, вот эта зараза сверхов, она распространяется и на весь остальной народ. И вот постсоветский советизм, он распространен в мозгах и продолжает поражать различными болезнями все русское общество. Ну, собственно, оно и распалось, и не сформировано в что-то такое более или менее цельное, о чем можно говорить, потому что миазмы советизма распространяются на всех людей, которые живут в Российской Федерации, да и далеко за ее пределы. Одна из задач русского национального движения – все это дело пресечь, вот этих так называемых совков, а это презрительное высказывание не касается, конечно, людей-носителей русского мировоззрения. Вот этот совкизм надо из головы выкинуть, а из власти совков надо убрать. Тогда не либералы придут, потому что либералы, ну вы же знаете, что в 60-е годы как раз вот именно родилось это диссидентство, это чисто советское явление, и эти люди с советским мировоззрением потом пришли и рассказывали, как они ненавидят Россию. Не Советский Союз, там они родились, это для них родина, они вообще Россию всю ненавидят, как смердяков. Всю Россию ненавижусь. Вот это их принципы, эти либералы оттуда и вышли, и получили поддержку от тех, кто решил поделить собственность. Очень неудобно было бросить вперед вот эту политическую пехоту, этих политических идиотов, которые доказывали, что Россия должна быть уничтожена. Они, в общем-то, 25 лет назад это и сделали. Ну, под прикрытием вот этой публики, демшизы, как ее и тогда называли, и сейчас стоит так ее называть. Коммунисты, верховное руководство коммунистической партии, красные директора переделили между собой собственность и стали крупными магнатами. В общем-то, не заработав то, что они присвоили себе, кто-то там вот на Западе, состояние из поколения в поколение наращивались, там еще была аристократия, она владела какими-то достояниями, они тоже превратились в капитал. А у нас ничего такого не было. У нас просто сразу воровство отняли и сразу стали миллиардерами. Там больше сотни миллиардеров ни с того ни с сего. Ну, такие талантливые люди. Талантливые на воровство. Все они должны быть, конечно, экспортированы. Все эти сто вориши должны потерять все свои состояния в порядке национализации по пришествии во власть русских людей. И русская власть обеспечит национализацию. Мы не нашли так называемых россиян. Ну, как-то никто не хочет быть россиянами. Это термин исключительно того совкового руководства, которое сейчас во главе Российской Федерации находится. Ну, и я думаю, что во главе еще некоторых постсоветских республик точно такие же люди. Они совершенно не способны на государственное строительство. Мелкие очень люди по масштабам своей личности. Очень мелкие люди. И вот у нас мелочность вот такого ничтожества, как Путин, конечно, измельчила и российскую политику, превратила ее, в общем-то, в предмет насмешек, издевательств. И сама Российская Федерация стала, конечно, ничтожным государством под руководством ничтожных людей. Ну, нельзя как-то вот нам трудно сказать, что вот ничтожные люди – это те, кто там владеет капиталами в миллиард долларов. Но, тем не менее, это ничтожество. Полное ничтожество. Даже при куда более мелких капиталах русское предпринимательство дореволюционное имел совершенно другие ориентиры. У этих там золотой сортир, золотой батон, яхта побольше, там, девицы подороже и так далее. Вот они же дальше не думают. У них нет никаких задач по развитию производства, по укреплению суверенитета России. Они вписались в какие-то международные клубы, их там принимают, ну, как таких придурков, которым вот досталось от разграбления России, какие-то куски им достались. Ну, вот они тут бродят, потому что могут окупить, могут заплатить входные билеты. Ну, тоже там эти входные билеты там настолько дорогие, и эти люди готовы платить, лишь бы вот приобщиться к мировой олигархии. Ну, их там держат за таких петрушка, они даже этого не замечают, потому что вот такие мелкие личности. Видеосъемка, была прямая трансляция, видеосъемка будет выложена в сети нашей конференции по поискам российской нации. В общем, все выступающие были едины в том, что российской нации не существует, а политическая нация в России необходима. Она называется русская. Либо будет русская нация, либо никакой. Вот много национальности не будет и не бывает. Национальности бывают, это придуманный термин советский, но нации в России либо будет русская, либо никакой. Либо будет новое расчленение, так как они расчленили 25 лет назад Советский Союз, так же они расчленят Россию. Ну, у нас уже есть привилегированные территории, этнократические группировки. Татарстан, Чечня, Якутия тут наложила лапу на алмазы и объявила только якутов коренным народом и так далее. То есть к расчленению по схеме Советского Союза все готово. Ну, почему? Потому что Путин действительно, как советский человек, воспроизвел Советский Союз только в уменьшенном масштабе. Поэтому и все проблемы он тоже воспроизвел. Независимо от того, частное предпринимательство, частный сектор преобладает, частное владение средствами производства или общественное. Какая разница? Для совков нет никакой разницы. Они там вот при общественной собственности, они коммунисты, а здесь при частной собственности, они ультралибералы. И, в общем-то, этот переход происходит для них даже незаметно. Они не меняют своих привычек и даже почти что не меняют риторики. Все воспроизводят один к одному, как было в Советском Союзе. Все рухнуло, но потом они стали пытаться какие-то государственные институты восстанавливать, право, законность, правопорядок стали восстанавливать, но абсолютно по советской схеме. В том числе восстановили и так называемое позвоночное право. То есть есть право для всех, а есть право позвоночное, когда позвонили по телефону и вопрос решается вне каких-либо правовых норм. В рамках тех же безобразий, которые были развернуты по поискам российской нации, Федеральное агентство по делам национальности выступило с такой свежей инициативой, что совместно с МВД они должны будут анкетировать студентов средних специальных учебных заведений на экстремизм. То есть господин Баринов, пришедший, в общем, ничего не понимающий ни в государственном строительстве, ни в правовой системе, вообще человек ни о чем из спецназа. Вот взяли человечка из спецназа, он думает, чем же заняться? Ну чем занимаются люди, которые должны делами национальности заниматься? Они занимаются поиском экстремизма. Ну что они еще могут? Кроме как поиск экстремизма, господин Баринов из спецназа не знает больше о своей стране ничего. Даже за то время, которое прошло уже довольно длительное, он так и не сориентировался, ищет экстремизм. Анкетирование должно будет выявлять сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей. Планируется, что анкетирование будет проводиться при подаче документов абитуриентами, либо на первом курсе. Что они будут находить? Вы думаете, они будут находить там каких-то ваххабитов, террористов? Нет. Они будут находить людей с русским мировоззрением. И либо не допускать их приема в ВУЗ, либо изгонять их с первого же курса. Я думаю, что нацелено все именно на это. И даже если изначально такой ориентации нет, то она обязательно будет. Потому что господин Баринов ничего не знает о своей стране. И его агентство создано, можно сказать, высосано из пальца. Во главу поставлен человек, который ничего не понимает о своей стране и может поэтому нанести только вред. Но этим он и занимается, нанесением вреда. Между тем, в Миноборнауке подчеркнули, что проведение каких-либо опросов, анкетирования учащихся в образовательных организациях, допустимо только на добровольной основе по их индивидуальному согласию, что соответствует правовым нормам. По словам ректора финансового университета, все, что идет на пользу в борьбе с экстремизмом, нужно поддерживать. И они готовы провести тест. То есть, вне правовых норм, вот финансовый университет Михаил Эскендаров. Ну, явно человек не русский, поэтому ему, конечно, анкетировать русских людей, их ущемлять, угнетать, репрессировать, это за милое дело. Сейчас вот все люди не русского происхождения почему-то очень склонны к тому, чтобы искать среди русских экстремистов и всячески их подавлять. Ну, вот еще тут мелкий скандальчик. Все знают, кто прикасался к судебной системе, что она полностью развалена, тотально коррумпирована. И судьи либо полностью некомпетентны, либо принимают решения исключительно противозаконные. Ну, где-то процентов 90, я думаю, противозаконных решений. Там, кстати, я не раз об этом говорил, 80% судей у нас женщины, может быть, даже больше. Явная дискриментация по половому признаку. Судьи – это высокооплачиваемый, один из самых высокооплачиваемых слоев в государственной службе. И вот туда почему-то отбирают только теток. Я думаю, что это специально делается, потому что легче манипулировать, легче найти средства давления. Отбор женщин именно на должности судей – это не случайный был отбор. Он состоялся довольно быстро, буквально в течение 5-8 лет практически перевернулась ситуация. Было 80% мужчин, стало 80% женщин. Так вот, скандальчик разгорелся из-за того, что Путин вдруг увидел, кто-то ему положил на стол решение суда, постановление суда, по которому обвиняемый совершил преступление путем написания заявления в областную прокуратуру. Ну, лихо так. И Путин сказал, когда я смотрю на такие вещи, у меня просто оставшиеся волосы дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Вот мы, вне зависимости от количества волос на голове, когда смотрим на то, что творится в нашей стране, у нас у всех шевелятся волосы. И даже когда волосы отсутствуют, там умершие волосяные сумки тоже начинают шевелиться. Потому что все, что делает Путин, особенно в судебной системе, это просто абсурд. Просто тотальный абсурд. Как из него выйти? Как из него выйти? Как восстановить справедливость, если кругом тотальная несправедливость? И вдруг у Путина зашевелились остатки волос на голове от того, что он увидел то, что вообще является нормой, обычаем и повсеместно распространенным правилом. Никакой законности нет. Ты, пожалуйста, кого-то тебя посадили в тюрьму. Почему? Ну, потому что ты вот кому-то помешал. Или даже не так. Просто взяли и у тебя что-то отняли, потому что ты что-то сказал. Ты сказал, у тебя отняли или свободу, или твою собственность. Решение в отношении липецкого бизнесмена было вынесено мировым судьей Геворкян. У предпринимателя Урываева произошел имущественный спор с заместителем председателя Липецкого областного суда по уголовным делам Александром Бесединым. Вроде та фамилия русская. Ну, это явно не русский человек, вне всяких сомнений. Урываева считали, что сосед занял два квадратных метра их территории, где-то там на дачном участке. Они потребовали вернуть им часть земли, а Беседин пригрозил им судом. В 2009 году из дома Василия Урываева пропала облицовочная плитка и радиатор. Он заподозрил в этом гражданина Великобритании, заметим, интересный момент, который обучал детей, беседенные английскому языку. Ну, такой вот интересный гражданин Великобритании. Как это могло произойти, это тоже, видимо, какой-то анекдот скрытый от глаз. После нескольких конфликтных ситуаций с иностранцем Урываев написал жалобу в прокуратуру. После этого в отношении него возбудили дело по статьям оскорбления и клевета. Замечательная ситуация. Я думаю, что так происходит всюду по Руси Великой, которая превратилась уже непонятно во что. Под руководством всеми любимого и всенародно поддержанного 86% и так далее. Все превратилось в полный абсурд. Он в этом абсурде живет, и вдруг ему бумажка попадается на глаза и говорит, ой, какой абсурд. А мы этот абсурд видим каждый день, просто каждый день. Он только вот сейчас, что же творится в судах? Да в судах, во всех судах творится именно такой абсурд. Аналогичные все дела, которые я видел за последнее довольно длительное время, полтора десятка лет, они все такие. Вот все абсолютно судебные действия, все такие. И других не бывает. Абсурд носит тотальный характер. К другим новостям. Комитет Государственной Думы по транспорту рекомендовал законодательным собраниям областным принять в первом чтении законопроект, который позволяет местным властям вводить плату за въезд в центр города. Платный въезд в Москву появится уже в 2017 году, вся инфраструктура к этому уже подготовлена. Мало нас грабят, будут грабить еще. Центр Москвы не для москвичей, не для гостей, не для граждан, только для суперсостоятельных чинуш и коррумпированных бюрократов. Вот для них. Из жалоб регионов Государственная Дума отменила мораторий на пересмотр кадастровой оценки земель, жилой и коммерческой недвижимости. В результате, по оценке экспертов, налоги на промышленные и сельскохозяйственные земли в Московской области могут вырасти от 70% до 740%. То есть и тут будут грабить и промышленные, и сельхозземли. Готовьтесь, 2017 год будет годом очередного грабежа, уже тотального, вроде как по закону, они же примут закон, да? И вы все будете расплачиваться. Они уже в 10 раз подняли налог на собственность, вот сейчас еще в несколько раз поднимут налог на земли. В лишенном лицензии в Нешканном банке хранилось около 300 миллионов рублей, которые принадлежали умершему в 2008 году патриарху Алексию II. Эти средства арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Алексий II завещал настоятельнице московского подворья одного из эстонских монастырей, игумени Филарети Александра Смирновой. И завещание на госпожу Смирнову патриарх написал еще в 1976 году. Наследница подала заявление в арбитражный суд Москвы с требованием включить ее в список кредиторов в Нешканом банка. Александра Смирнова требует вернуть ей чуть более 305 миллионов рублей. Надо сказать, Алексий II все-таки был монахом, а монаху не положено иметь вообще никакого имущества. И какие могут быть у монаха денежные накопления, а тем более наследование. То есть монах вообще в принципе не может писать какие-то завещания по наследованию имущества. Может быть каких-то его сочинений, его личного имущества, может быть. Но денег, но имущество. Фактически вот это обстоятельство скрывает полный крах московской патриархии. Это уже не церковь. Это не церковь Христова. Монашество это не монашество. Священство это не священство. На литургии слова звучат, но они просто похожи на те, которые были в исторической русской церкви или российской православной церкви. А вот то, что сейчас есть, это уже не церковь. Поэтому те, кто ходит туда и спонсирует эту коммерческую машинку, они создают достояние, состояние людей, которые такими достояниями и состояниями владеть не должны по правилам, по церковным правилам и церковным традициям. Поэтому нам нечего делать в этой церкви, у господина Гундяева под надзором, нечего нам в этой церкви делать. Других тоже нет. Имущество, которое есть в русской православной церкви, это наше имущество, имущество православных верующих людей, которое завещено нам предками. И которое должно быть передано, возвращено нам, точно так же, как должна быть возвращена русским государственная власть, как должна быть возвращена русским вся собственность, украденная у них, начиная с 90-го или 91-го года. Русская церковь должна быть возрождена, восстановлена. Пока есть альянс московской патриархии с русофобским правительством Путина, осуществляющим геноцид нашей страны, то мы не должны входить в их церкви, ни копейки давать этим людям не должны, потому что все это будет потрачено против нас. Вся эта структура существует против нас. Как быть с исповедью причащением? Отдельный вопрос. Мне задают этот вопрос, я не могу его разрешить, потому что я не священник, и в такой ситуации, я думаю, русские люди еще не находились никогда. Да, в 17-м году, собственно, церковь предала веру царя и отечества, ну, значит, и русский народ. Вот как тогда было действовать? Побежали в разные стороны, кто в эмиграцию побежал там воссоздавать церковь или сохранять то, что еще осталось. Кто-то пошел красным служить, красные попы, там живая церковь образовалась, куда перешла половина священства. Потом обратно оттекали, там приносили покаяние, их прощали, сохраняя все регалии, которые самозванно были присвоены. Хаос был тогда, и сейчас тоже хаос, и надо выходить из этого хаоса. Каким образом? Я считаю, что надо полностью отказаться от соучастия в той измене, которая состоялась в Московской Патриархии. Я не признаю Кирилла Гундяева, или как его там в светском имени, это уже даже неинтересно, не признаю его патриархом, даже священником и даже верующим человеком. Это просто один из проходимцев, который вот прошел, дошел. Ну, примерно так же, как Путин, его судьба где-то сходна, вот что-то есть общее в судьбах этих проходимцев. Нечего, да, мы можем ходить в церковь, никто нам не запрещает, можем молиться, ставить свечки, участвовать в литургии, можем. Но со священниками не надо общаться, не надо никоим образом их личный потенциал, который переключен на какие-то частные свои цели, считать как-то задействованным в церкви. Они уже не в церкви, они, может быть, исполняют что-то, но нашего сочувствия к ним быть уже не может. Мы можем причаститься, исповедоваться потом, когда церковь восстановится, когда мы ее восстановим, но, наверное, это состоится, когда восстановится русская власть в России. Раньше этого, я думаю, с патриархией будет происходить все самое отвратительное, что и было в Нече, вместе с установлением патриаршества взамен царства. Я думаю, что пока царство не восстановлено, не может быть в полной мере восстановлена и русская православная церковь. Мы должны отметить 25-летие крушения очередной трагедии русского народа, то есть лишение нас не только русского национального государства, но уже и государства вообще. Мы должны отметить продолжение геноцида русского народа со стороны Путина и его кампании. Мы должны отметить соучастие московской патриархии в этом геноциде. И, соответственно, с этим строить свои позиции. Мы не россияне, мы русские, россиянами не будем никогда. И все замыслы этого русофобского режима мы отвергаем, можно сказать, на корню. Что бы они ни замыслили, это либо глупость, либо измена. И то, и другое вместе, скорее всего, все это совпадает в каждом действии, которое предпринимает эта власть. В этом соучаствуют те, кто рушили СССР, те, кто создавали измену внутри СССР, и кто разделил собственность и власть с теми, кого сегодня представляет и кого сегодня защищает Путин. Для нас эти люди враги. Они осуществляют геноцид против нас. Соответственно, мы должны к ним так и относиться. Делать все для того, чтобы эти люди ушли из политической арены, а затем, говорят, история рассудит. Дальше мы должны рассудить о том, что произошло, как эти люди вообще смогли добраться до власти и устроить такую систему, чтобы подобные люди, типа Путина или Кирилла Гундяева, ни в коем случае не могли получить никакой руководящей должности, даже чтобы в подчинении у них не было ни одного человека. Эта задача достаточно сложная, но она вполне решаемая. Она решалась в традиционных исторических обществах. А если русская власть будет установлена, я думаю, мы сумеем найти такие подходы к кадровой политике и такую трансформацию правовой системы, которая не даст изменникам и ворам захватывать вершины управления и собственность в нашем государстве. Слава России!